Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Виталий, а вы что думаете по всему этому? Если мы проглотим так называемый Крым И будем дальше Гордо делать внимание Что ничего не происходит Дальше могут быть дальнейшие действия У нас есть Сегодняшняя ситуация Которая есть И нужно смотреть, какой мы можем, что делать Люба, скажи, почему у вас у девушки, когда есть парень, делайте всё, чтобы его не стало Ты о чём? Ладно, ты не парься У Ленкиного вообще регулярно кукурузка-барахлива И ничего Я надеюсь, ты не собираешься это с подругами обсуждать Лен, я тебе перезвоню Пожалуйста, припожалуйста Даже не думай Припожалуйста, только гниды отказывают Я сказал нет Просьба любимки твоей половинки Только через мой труд Можешь потише есть, дышать, моргать А я не хочу, не хочу парасчёту А я полюбви, полюбви хочу Комбат, бать Саня, бать Саня, комбат Ты сердце Чё, я просто поючу, попить нельзя, что ли? Ты сердце не прят Моя молодка, шоколадка Эй, жди свою очередь Припёрся, наконец Догулялся Ты же меня сама в магазин послала Всё, меня не трогать, я пошёл футбол смотреть А где плазма? А я Юльке дала посмотреть Мам, я буду в хлам Если тебя бросил парень И говорит, что дело не в тебе, а в нём И ты достойна лучшего Пиздёшь, что пудов дело в тебе Может у тебя маленькие сиськи Или ты жирная Или страшненькая Или вообще полный пиздец, когда всё вместе А сейчас он тупо нашёл себе кого-то получше И бросил тебя Потому что считает, что не ты достойна лучшего А он Так что фразы Дело не в тебе Тебя вежливо посылают нахуй Это то же самое, когда после собеседования Или кастинга тебе говорят Мы вам перезвоним И нихуя не перезванивают Поэтому, когда слышите такую фразу от своего парня Дело не в тебе Воспринимайте её правильно И начинайте уже наконец-то меняться А не сидите и ждите лучшего Которого якобы достойны Становитесь лучше сами И тогда вы уже сами сможете Говорить эту фразу мужикам Чтобы их не обидеть Эй, муж Иди кушать О, я как раз голодный Кушай, кушай, мой хороший Как же ты раньше без меня-то жил, бедолага Как я раньше жил? Жена А водочка дома есть? Мы поссорились с девушкой И не важно, кто не прав Она на тебя будет обижаться И тут ты становишься автоматически виноват Вообще, обижаться — это фишка девушек Лайкнул фотку друга Она обиделась Спрашиваешь, почему? Она говорит, что на этой фотке Друг с какой-то тёлкой стоит Значит, она тебе понравилась Вот и вали к ней Если вы сидите в компании И какая-то девушка смешно пошутила Смеяться нельзя, ведь твоя девушка сразу обидится И скажет, что смеёшься, понравилось, да? Вот когда я шутила, ты сказал, что юмор — это не женское Как ей объяснить, что шутка голубь села на колени Не очень смешная Ведь было проще сказать, что юмор — это не женское Ну это ладно Но вот если ты забудешь дату, когда вы начали встречаться И не подаришь ей цветы Всё Это несгораемая обида иммунитет Она всё время будет это припоминать Поцарапает машину Начнёшь ей это предъявлять, а она в ответ А ты вообще забыл о нашей годовщине Или запади стоимостью, как твоя зарплата Когда ты её не купил, а она в ответ Конечно, тебе же всё равно на меня Ты же даже про нашу годовщину забыл И вот ты уже без зарплаты, зато она в новых сапогах Девушки, пожалуйста, меньше обижайтесь Это вас ставит Надеюсь, хоть этот аргумент прокатит Для мужика и девушки понятия идеального мужчины совершенно разные Если ты накачанный, с бородой, весь такой брутальный в татухах Конечно, если ты не тату видишь дельфинчика на пояснице То думаешь, вот он я, идеальный мужик Хрен там было Это для девушек не идеал Идеал для них заключается в следующем Вот когда она собирается, три часа А вы уже опаздываете на два Ты ей говоришь Не торопись, ты ещё не все вещи перемирила Вдруг получше наряд найдёшь А лучше заедем в торговый центр и купим тебе что-нибудь новенькое А то в этой одежде у тебя уже есть фотки в инстаграм Или когда после свидания она тебя уже раздела и выложитесь в кровать А ты ей говоришь Подожди, я сейчас носки сниму Ну или когда ты видишь, что твоя девушка делает себе маникюр А ты ей говоришь Давай я лучше тебя в маникюрный салон отвезу Пока тебе маникюр буду делать Заодно похвастаешься Маринке, какое я тебе новое кольцо купил Так что мужики, по женским меркам идеалы не найти Одни козлы вокруг Поэтому девушки, давайте любить друг друга такими, какие мы есть Ладно, мне пора, а то мне ещё свой маникюрный салон отвезти А то она там уже замучилась со своими кутихами Всем здорова Сейчас будут суровые бьюти-советы Для мужиков Проснулись, сходили отлить Потом помойте только ту руку, которой держали свой огуречек Ну у кого-то корнишончик, а у кого-то кабачок И не тратьте время на вторую руку Она же чистая Мою руку увидели, что на ней уже не ногти, а когти Как у Росомахи Можно сделать вид, что так и должно быть Но если вам ещё надо идти на свиданку с новой цыпочкой Придётся взять кусачки и обкромсать их В отличие от мытья после толчка Со второй рукой здесь придётся тоже работать После кромсания берём зубочистку И выковыриваем из-под ногтей чернозём Но не весь А ты ещё подумаешь, что ты метросексуал Пусть видит, что ты брутальный Если причесываться в падлу Наденьте бейсболку А лучше подстригитесь на лысо Это сэкономит ваше время И шампунь А также убруталит вас И помните, что салон красоты для мужика это качалка Только не ходите туда часто Девушки не любят перекачать Салют, ребята Чё за тренд такой пошёл? Как новый айфон выходит? Тебе обязательно нужно его купить Как будто ты боишься, что друг тебе скажет Слушай, дай позвонить Ты ему такой даёшь, а он тебе говорит Фу, шестёрка Ты что, её у бабушки взял, что ли? Так ладно, если ты зарабатываешь, как Дональд Трамп Ну у тебя зарплата, как у Дональда Дака Ну или если у тебя батя бизнес у кого-нибудь в 90-е отжал Тогда для тебя новый айфон купить, как сухарики, пятёрочки Но когда ты берёшь кредит, а выплачивать его ещё твои дети будут Это реально дичь Ты такой в новом айфоне ленту в инстаграм листаешь А сам в это время роллтон хаваешь И думаешь, как бы тебе в метро через турникет перепрыгнуть И чтобы копы тебя не запалили Я лично жду, когда восьмой айфон выйдет, только чтобы шестой дешевле купить Кстати, я для айфона 11 новый вид разблокировки придумал Берёшь айфон, харкаешь на дисплей А он по анализу слюны его разблокирует Надо, кстати, запатентовать Пока не увели идейку Отлично, всё Снято А Блокштар нам заплатите за фотосессию? Нет А одежду хоть можно оставить? Нет А я вспотела, кофта вспотела и всё равно не продадите её Забирай, забирай Ну давай быстро, начинай потеть Зачем? Нет времени, а не запатите Окей Всё, 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 всё или ничего Всё, 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 всё Ароматы ванили Уууу Чё, можно всё забрать? Забирай Не могу Давай, где твоя сила воли? До меня это уже не лезет, понимаешь? А потом опять будешь ныть в Таиланде Посмотри, какие у них животики А я как дура не успел потолстить и приехала худая Давай, мы должны быть самыми толстыми на пляже Ты чё так вырвелась? Я в такой виде тебя вообще никуда не пущу Мы с девочками в библиотеку книжки почитать Какую нафиг библиотеку? У тебя что, парня нет, что ли? Быстро иди переодевайся Никакой свободы Ну вот, вот, совсем другое дело Да офигеть, блин Ну, капец Я как сексуальная тигрица Спасибо, блин И не вздумайте мне пойти в библиотеку Идите в клуб И не бери с собой Ленку Монашку Возьми с собой самый шмаристый подруг Зайди, я уже загрузил А, ну, включай Блин, да достали уже Невозможно рекламу смотреть Одни фильмы, блин Подожди, подожди Я второй чай скачал А че, уже вышло? Да А, давай Субтитры сделал DimaTorzok